Здравствуйте, дорогие мои подписчики и все те, кто зашел на мой каналчик посмотреть. Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю манты на пару. Как я готовлю их? Для начала. Здесь у меня мука. Вот приправу для пневмени я взяла. Ну, можно любую приправу, какая вам нравится. Дальше идет фаршик у меня смешанный. И нарезала я мелко лучок, соль, кипяток. Все, больше ничего не надо. Ну что, для начала мы приготовим тесто. В общем, нам нужно 250 грамм муки. Вот такая столовая ложка с горкой. Это 10 ложек будет примерно. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Берем сольки сюда. Маленько. Сольки. О, много. Перемешаем это все. Муку солькой. Берем наш стаканчик. Берем наш кипяточек. Кипяточек наш. Где-то примерно 125 грамм кипяточка. Будем замешивать тесто. Ну, еще надо тогда, значит, это маловато кипяточка. Это у нас будет стакан целиком. И еще вливаем. Все, будем замешивать наше тесто. Вот, все. Достаточно. Вот, дорогие мои, видите, я мешаю тесто ручкой. То есть у меня только солька, мука и кипяточек. Вот, в этой мисочке прямо. Так вот, хорошо. Я его перемешаю. До, народной массы. Так ручками делаю. Колобочек наш. Вот такой. Можно еще помешать, чтобы по эластичнике это было. Но и так хороша. Вот. Видите, я его... О, какой у меня получил. Я его поставлю. Накрою. Вот так и к концу. Пусть оно у нас отдыхает. Стоит минуту. Полчасика, наверное. Пока у нас тесто стоит, отдыхает, мы сделаем с вами начинку. Фаршик. Соли. Посолим маленько. Цепим сюда приправки. Ну, я взяла приправу для пельменей. Пожалуйста, по вашему усмотрению, какие вам приправы нравятся. Такие делайте. Высыпаем сюда луку. Вот видите, сколько я большую-большую головку порезала. Нужно было измельчить в бландере. Ну, я. Вообще, я хочу сказать, сюда нужно добавлять ещё водичку. Но я не буду добавлять туда водичку, чтобы он пожиже, потому что я потом буду в шарик делать, ложить масло плевочное. и ручкой, как всегда. Будем мешать, перемешивать. Маленькая мисочка. Взяла. Вот он будет. Ну, кто по желанию, если кто-то не любит на лук, пожалуйста, не добавляйте. А мы любим лук, чеснок, поэтому перемешиваем ручками. Мисочку взяла маленькую. Вот, дорогие мои, я его хорошо перемешала. У нас фаршик готов. Я хочу сказать, что фаршик тоже можете по желанию. У меня здесь и свинина, и говядина. Тесто наше постояло. Колобочек какой у нас хороший. Ещё мы его маленько помню. Ой, мягонький, эластичный такой. Хороший колобочек. Так, маниночка муки припылим. Разрежем напополам. Там мы берём стороночку. На муке тоже не надо много. Чем на мука нам нужна. Раскатываем шарик такой. и будем раскатывать лепёшечку. Катаем мы лепёшечку. лепёшечку Отравнительно тонкое тесто нужно делать. Конечно, не толптое, а то будет одно тесто. Ох, толпно. лепёшечку. раскатываем. Лепёшечку нашу. Тесто хорошее получается. тоненькое. А то будет одно толптое тесто. Мясо будет мало. Ага, посмотрим, какое тесто. Ещё маленько подкатаем. Раскатаем вот так вот. По бокам маленечко сюда. Вот. Достаточно тоненькое получилось у нас тесто. он ещё толстоватый. Сильно, конечно, прозрачная, сильно тонкая не надо. Сорова, чтоб чисто чувствовалось. Вот. У нас примерно один сантиметрик хватит. Бьём. Я взяла вот такую баночку под консервы и будем вырезать кружочки. Вот так вот. хорошо. Чтобы они у нас вырезались. Так. Вот так сделаем. ещё. Так. Войдёт. Вот. И ещё одна маленькая наверное. Пойдёт у нас одна ещё. Давай, моя золотая. ты у нас обробышек будешь? Ничего. Убрали. А ещё тут плохо прорезали. О! что-то у меня плохо прорезаешься. Лепёшечка вот так вот раз. Оп. Вот. Каждая лепёшечка у нас в стороночку где-то лишнее убираем. Всё пригодится. Вот. Всё. Будем лепить наши манты. Вилочку-то я не взяла. Пойдём за вилочкой. вилочка. Вилочка или ложечка. Масюнька. Мы Масюньку сделаем. Ложечку. Масюньку, Масюньку. Ты меня пропустишь? Ну и всё припулим. Ну мы же с проводом. Всё. 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 Так. Ну что, дорогие мои. Будем лепить спаготлавясь. Так. У меня вот такая лодочка. я накрыла её целопанкой. О! Мяско. 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 Вон-ка. Так вот ещё ручками. И берём вот так вот. Маловато у нас мяско у нас многовато. мы его раз и отщипнём. Потоньше ещё потом раскатаем. Вот такие мантики. Мантики у нас будут маленькие-маленькие. Маленькие-маленькие. Это побольше значит ещё сделать. вот так вот делаем однако же. Туда я мантики не положила. Так вот ещё побольше сделаем, наверное, чтобы они у нас были побольше. Так вот. Тянем их. а то будут маленькие-маленькие. Ручками тесто, чтобы было желательно бы ещё потоньше раскатать. Тесто будет толстоватое, конечно. так. Вкладываем наше мяско. Они у нас миниатюрные будут. Небольшие. Сейчас мы наложим сюда мяско. Один у нас будет без макрица. В остальные мы кусочки макрица наушим. Давай, моя хорошая. Давай. Давай. Если хотите, делайте, конечно, лепёшки побольше и потоньше сравнительно раскатывайте. Лучок. От лучка будет сок. Так, вот ещё маленько мы добавим сюда мяско. Вот так катать. Так, берём наша матрица. Такая матрица у нас. Я его вытащила. Она ещё не подстаила у меня. Так. Майна-то красота. И берём прямо. Так вот. Раз. По многу не будем. Так, прыг. И сюда же. Так, раз. И поехали. Можно с краюшку вот так вот. С краюшку. Желательно бы, конечно, сверху. И вот так вот. пипочки побольше будет. Вот. Пипочки наши побольше будут. вот я последнее тесто раскатаю лепёшку. Так вот. У меня тоненько получилось. Берём нашу формочку. Оба! Мясо! 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 Опа! Ну, что-то у меня плохо. Вроде бы тоненькая. Всё равно ты у меня это вообще надо остренькую, приостренькую такую. А у меня есть донки не хватает. Так. Оп. Убираем. Пёшечка одна есть. Такая есть. Треть есть. Четвёртая. Ну, потом эту так откатаем. тесто. Потом один большой большой сделаем. Так. Пусть у нас он полежит. Ещё бьём. Мариночка ещё так. Раз. И ещё подкатаем. Вот у нас она тоненькая. И ещё так. Вот. Сейчас мы сделаем. что я хочу сказать. Когда вы будете нарезать тесто, остаётся вы его, пожалуйста, на плашной салфеточкой прикрывайте. И манты тоже прикрывайте, потому что оно быстро сохнет. Вот. Берём наше мяско и сюда же вкладываем. Вот. Мяско у нас какое. Мяско. Мяско. Мяско, мяско, мяско. Налепила я манты. Прикрываем. Идём сюда за этот столик. Так. Прикрытое. Берём нашу мантоварку. Вот мантоварка советских времён. 30 лет. Вот такие они делают. Наливаем кипяточек. Кипяточка мало, значит, добавляем ещё водички. Вот до рубчика как раз кипячка у нас мало ставим. Так. Можно на трёхочку поставить. Наливаем ещё водички до рубчика. идём дальше обратно туда-тюда. Берём наши пистики. Тихо. Только не падайте. Ради Бога. Так. Это всё. Ещё раз пойдём. Опа. Опа. и пошли туда-сюда. Туда-сюда. Так. Пришли. Больше не пойдём. Это мы оставляем в стороночку. Они уже видите какие такие странненькие. Накрываем крышечкой. Пусть у нас водичка ещё больше закипает. Вообще-то в принципе она горяченькая. Так. Теперь мы будем с вами смазывать каждую нашу формочку маслицем. Она уже там горячая. Опа. И поехали. С орехами. Так. Вот каждую тут мажем маслицем. О. смазала я. Пусть маленько покапает. Чё страшненько наберём который наш последний для моего наниз. Давайте-ка я вот так делаю. И покажете. Оператор мне покажет. Оператор невысокий. Нет. Я положу выложу вот сюда и ты покажешь. сейчас сделаем вот так красиво. красиво. Подожди я посчитаю сколько тут чтоб у меня вошло 3 4 6 и ещё одну малюшку мы сюда положим. Низ там будет больше провариваться. О. Видите как. Вот. Тиноплитка тоже не надо чтобы они не прилипали друг к другу. И поехали дальше. Повторяем вот сюда не в дырочке а вот где у нас непосредственно эти лежат мы смазываем маслицем тёп-тёп-тёп-тёп маслицем смазали и снова дегустатор 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 и сюда же сколько у нас 5 7 10 по 5 штучек поболее и тоже так же будем выкладывать таким же макаром 3 4 и 5 так близко друг к другу не надо чтобы они это у них расстояние было ну и последняя ох мотоварочка какая у нас советского есть но она очень далеко дегуста и себя не то мы ее звали-звали звали-звали она у нас все-таки потом отозвалась захотела чтобы мы приготовили что-то на ней ну вот видите я выложила закрываем крышечкой вот и пусть стоит полчасика как закипит с момента закипания там водичка когда забулькает слышно будет минут 30 не будут вариться все дорогие мои манты наши готовы вот они у нас какие получились убираем мы второночку будем брать попробуем выкладывать конечно аккуратненько горячая горячая тряпочку и попробуем выкладывать опа тарелочку ручкой взять будут горячие сейчас произвольно оба тоже туда берем мы сейчас их разложим аккуратненько вот они у нас какие получаются берем следующую она горячая и берем вот так выкладываем еще выкладываем вот чисто хорошо не прилипло и убираем второночку у нас красиво не получаются и еще одну берем это горячая 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 уху 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 ай 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 поддерживаем горячая не обжечься бы вот они у нас сочненькие какие хорошие нижние вот здесь побольше они малинечко вот как бы слиплить закрываем эти там жирненькая так берем это отодвигаем в стороночку так берем лопаточкой в сторонку берем посыпаем берем наши манты зеленушечкой посыпаем вот так вот на манты какая красота получается нужно золот любой и вот тут смит танка вот видите какие они получаются у нас хорошая поливаем сметанкой я хочу сметанкой можно маслица можно кетчуп можно суд приготовьте остренький какой-нибудь на ваше усмотрение не жалейте так убираем все попробуем давайте разрежем любую берем вилочку ножичек посмотрим что у нас тут получилось сочненькие видите какие вон они вот и тесто сравнительно тоненькое можете вот эту папушку не есть где потолще а вот это все скушайте и лучок и там от маслица видите прямо маслица там растопленная если хотите чтобы побольше они у вас были но я считаю что не надо побольше потому что мантоварку они большие сильно сама тонень по размеру вот такие вкусняшки делайте готовьте всем приятного аппетита не забудьте подписаться на мой youtube канал рецепты мудрой мамы до новых встреч пока-пока всем пока-пока пока-пока и мусик и мусик мусик мусик